Вас услышите, какой он может совет. Дело в том, что мы часто видим ситуации, когда именно такие светлые, яркие руководители, прошедшие, там, ВВС, курсы, привет, или поработавшие в хорошем западном культуре, с таким намерением приходят в российскую компанию, говорят, я сейчас все поменяю. Он все понимает, он понимает, как надо все это делать в теории, он все знает, но он начинает менять. Мало того, люди в счастье под ним от того, что происходит, но только они почему-то не начинают принимать решения. Почему-то все разрушается, и получается, та система, которая их держала, нарушается, собственник его выгоняет обычно стрессом, и этот человек очень печально возвращается обратно в западную сферу. Да, конечно, конечно. Я думаю, что проблема тут связана со словом «все». Значит, если будете стараться сделать «все», то вы не сделаете ничего. Есть методология, как привести к изменениям и как совершить изменения. Позвольте привести аналогию из истории. Вот, для того, чтобы понять, что последовательность – это очень важная вещь. Добрые намерения, они могут быть, может быть, дадут вам чашку кофе максимум, но должна быть система. И, собственно, на это я и потратил всю свою жизнь, разрабатываю систему и преподаваю по всему миру. Помимо лекций, я веду настоящее обучение. У нас есть институт, где обучаются люди, время отводится и на обучение, и на практику. Так вот история. И с жизнью. Когда я учился в школе, в средней школе, нас отправили как, ну, делегацию школьников, вот, к друзьям. Во Франции, извините. И мы там были в Биарице, в летнем лагере на границе с Испанией. Вот, и мы сели на поезд, ехали всю ночь, попали в Париж. И мы же были как подростки. Мы старались все скучиться в одном купе. Вот, а там было всего пять коек, а мы в 15 человек пытались. В общем, два часа ушло на то, чтобы мы заснули. Потому что кто-то на полу, кто-то ногу протянул, кто-то мешал. В общем, два часа мы там засыпали. Как только мы заснули, кто-то захотел сходить в туалет. Пипи, пошел в туалет. Вот, и опять суета, все просыпаются, все расстраиваются. Говорит, идиот, почему ты не сходил в туалет раньше? И не наступи мне на ногу, не трогай мою руку. Вот в таких организациях, которые имеют плохую структуру, проще описаться, чем сходить в туалет. Но в конечном итоге все, в общем-то, делают себе в штаны. И кто-то говорит, от этой компании воняет. Почему я вам все это рассказываю? Вот когда я проводил реорганизацию, реорганизацию Банка в Америке, много лет назад, я не указывал там цели, миссию, стратегию, не шел по этой технологии. Потому что 30-40 лет назад Норман Чендлер написал книгу «Структура – это стратегия». «Стратегия – это структура». И эта книга стала настоящей Библией. Все консультанты сейчас, если следует, сначала делают стратегию, потом установят структуру. Но скажу по секрету, это не работает. Значит, консультант с вас берет огромные деньги за разработки стратегии, а вы это берете и кладете в ящик. Почему не внедряете? Потому что вы не можете двинуться. Вы сидите у себя в купе, где никто вообще не может пошевелиться. Консультант дает вам отчет через окошко. Он не внутри у вас купе, он наружу. Он через окошко просыпается. Не едьте в Париж, поезжайте в Рим. Направление неправильно. Я не могу в сортир сходить, а он мне говорит, куда ехать. Последовательность неправильная. Так вот я изменил последовательность. Сначала структуру, а стратегия уже потом. Расчистите помещение. Расчистите, разберитесь, кто сидит здесь, кто там. Не сидите друг у друга на коленках. Перестаньте наступать друг на другу, друг другу на ноги. Сначала структура. Расчистите место, а потом уже вырабатываете стратегию. И сейчас абсолютно не так к этому подходит. Я в шутку, в общем, говорю. Сначала чихнуть, а потом вытереть нос. Это правильная последовательность. Но слишком много людей сначала вытирают нос, потом чихают, а потом удивляются, почему у них все в рот течет. Это неправильная последовательность. Неправильная последовательность. Если вы хотите что-то изменить, вы должны научиться делать это в правильной последовательности. Поэтому я приглашаю вас взять наш курс. Это для вас будет просто открытие глаз. Научиться все дело в правильной последовательности. Именно это и происходит. Люди приходят. Вот MBA приходит. Это вообще опасные люди. MBA. Они все же знают. Они знают все, как все изменить. Но сидят все вот так. И начинают приносить друг другу неприятности. Замолчи. Уходи из комнаты. Так что вам нужно в правильном порядке подходить к решению проблем. Но система есть. И надежда есть. 40 лет я потратил на разработку. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!